Без цензуры и купюр. В программе Гайдпарк на Эхо Москвы в Пскове. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На Эхо Москвы в Пскове Гайдпарк, территория, где мы открыто говорим на актуальные темы. В студии ведущий Константин Калиниченко. В гостях у нас сегодня депутат Псковской городской думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков. Дмитрий Вячеславович, добрый день. Добрый день, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, поговорим сегодня о работе депутата Дмитрия Пермякова в городской думе. Поговорим, затронем тему безжалостной рубки деревьев около шайбы. Такая вот чисто псковская история, почему это происходит в нашем городе. Достаточно регулярно есть ли решение этой проблемы. Чем сегодня заняты городские проекты? Есть у нас такой проект в городе Пскове, который пытается сделать нашу жизнь более, как это принято иногда говорить, более лучше. Да, пытается сделать. Спросим Дмитрия, почему он против госконтрактов органов власти со средствами массовой информации на освещение деятельности. Ну и, наверное, поговорим, конечно, о политических планах на 2021 год. Большой электоральный год у нас стартовал. Все тут тоже достаточно интересно. Дмитрий, ну давайте начнем с лирической, с лирики, с лирического отступления. Каково это быть супругом иностранного агента? Супругом иностранного агента быть непросто. Мы, конечно, ожидали, что такое может произойти, потому что, да, Людмила Савицкая, моя супруга, достаточно яркий журналист. Она давила кучу мозолей действующему губернатору и губернатору Турчаку, и Министерству обороны, и РПЦ. И по кому только она не проходила, в своих статьях они яркие, они обсуждаемые, цитируемые. И поэтому, конечно, наверное, стало закономерным итогом включение вот в эти странные списки иностранных агентов. Мне, как юриста, до сих пор непонятно, как вообще возможно было принять такой закон, когда человек просто не по решению суда, а просто по решению какого-то неназванного государственного органа может стать таким вот лицом в ограниченном правах, лицом, которому нужно подавать массу документальных отчетов о своих расходах и доходах, лицом, которому нужно, обязан открыть юридическое лицо. То есть это не привилегия, не право, а обязанность открыть юридическое лицо. Лично меня это коснулось в том плане, что у нас же нет какого-то штата юристов, штата экономистов. Вот я сам создаю для нее все эти документы, пишу для нее эти отчеты. То есть пришлось быть бухгалтером? Пришлось, да, пришлось уделять этому время. Вот мы подали документы тоже на регистрацию юридического лица. Это все тоже, конечно, неприятно, мягко говоря, потому что нам это совсем не нужно. Это просто вот такая обязанность, которую диктует государство, непонятно по каким основаниям. Потому что журналистская деятельность, строго говоря, это не политическая деятельность. И включить ее в список иностранных агентов просто потому, что она занимается журналистской деятельностью, не в интересах власти, это, конечно, ну, наверное, это такое вот, во-первых, признание заслуг, а во-вторых, да, это маркер нашей политической действительности. Поэтому, да, немножко сложно быть мужем иностранного агента. Тем более, что сейчас вот недавно была инициатива, спущенная, по-моему, там, какой-то советом предпринимателей, что-то в этом духе, чтобы родственников иностранных агентов тоже ограничить в правах, повесить на нас желтую звезду и запретить нам, например, баллотироваться в органы власти. То есть меня это, например, напрямую касается, и я не смогу в случае принятия такого закона дальше продолжать деятельность депутата. То есть как член семьи врага народа, вот что-то из 30-х, 40-х. Это прям прямая параллель вот с врагами народа. То есть дико, конечно, и абсурдно, что это происходит в 21 веке, в 2021 году. Это вообще вот как волосы дымом встают, когда я это все читаю, новые и новые наши запреты. Ладно, будем следить, конечно, за развитием сюжета. Это действительно мы все где-то под каким-то домокловым мечом, потому что действительно далеко не всегда понятно, за что попадаешь в тот или иной список. Кому ты сегодня-завтра, как говорится, рискуешь мозоль отдавить. К 2021 году, ну, сейчас вот мы все равно еще живем в условиях ограничений ковиду. Год исполнился всем этим нашим пандемийным историям. Вроде как набирает волну вакцинации. И даже наш президент вчера, так сказать, вот несколько двусмысленно, правда, не сказал, какой вакцинный. Но сказал, что будет прививаться. Долго мы ждали, потому что, ну, это было странно, да, реклама вакцины, суперспутник Ви, а вот президент что-то не торопится. Ну, вот решил он привиться, дай бог ему здоровья. Тем не менее, ну, мы видим, что темпы вакцинации оставляют, как говорится, желать. Все, ни шатка, ни валка идет. Дай бог у нас в Пскове, в Псковской области 3-4, может, процента населения привилы. В чем, на ваш взгляд, причины такого вот неспешного темпа вакцинации? Ну, прежде всего причина, наверное, в отсутствии необходимого количества вакцины. То есть власть не проводит такой массовой пропаганды вакцинации, не открывает во всех там торговых центрах и массовых общественных пространствах точек вакцинирования, просто потому, что понимает, что на следующий день мы окажемся без вакцины. Уже поступают там из разных регионов тоже информация о том, что там или в другом где-то месте закончились эти запасы. Вот, поэтому сейчас-то все на такой добровольной основе. По сути, мы контрольная группа, все, кто сейчас прививаются. Мы еще раз проверяем действенность этой вакцины, проверяем, насколько она работает. И только надеемся на лучшее, потому что, ну, понятно, в Европе там запретили вот это Астрозенека использовать, потому что там были проблемы с тромбами. Я не исключаю, что и в нашей вакцине есть какие-то побочки, просто мы об этом никогда не узнаем. Вот. Остается надеяться на лучшее, остается надеяться на то, что у нас все-таки сохранились грамотные врачи, которые могли подготовить эту вакцину. Я вот тоже рискнул. Я привился, потому что, ну, я благополучно все-таки не переболел коронавирусом. Использовал все необходимые там санитарные предосторожности. Мне удалось этого избежать. И сейчас вот скоро мне вторую часть этой вакцины нужно делать. Я пока что все нормально. То есть я надеюсь, что так оно и останется. А впоследствии, когда насытят все-таки необходимыми запасами вакцины наши больницы, поликлиники, думаю, что и другие люди постепенно будут к этому приходить. И будет это в рамках, ну, как вакцинирования от гриппа. Тоже не все, не 100% прививаются. Но все больше и больше людей понимают необходимость. Лучше это сделать, чем потом там две недели с высокой температурой валяться. А коронавирус еще более опасен. Согласен. Я, честно говоря, был удивлен большим количеством антипрививочников в своем окружении. Даже не знал, что люди вот к этому так серьезно относятся, опасаются прививок, в принципе, в 21 веке. Ну, бог с ним. Мы тут не будем про Белла Гейтса, там, Никиту Михалкова. Это их личное дело. Ну, как вы относитесь к тому, что, может быть, есть смысл перейти к принудительной вакцинации именно от коронавируса? Раз у нас такая вот непростая ситуация, столько ограничений. Может, принудительно людей уже прививать? Я думаю, что это вызовет массовую ответную реакцию. Вообще, в России лучше ничего не делать принудительно. Это будет, ну, примет какие-то совершенно чудовищные, скорее всего, обороты на местах. Лучше все-таки оставить все это в добровольной основе и проводить, ну, какую-то работу по, значит, пропаганде вот этой вакцины, по пропаганде здорового образа жизни. То, что у нас сейчас, в общем-то, особо не делается. Вообще, с чем мы столкнулись вот сейчас вот с антипривычниками, это же закономерный итог всей нашей программы образовательной, научной. Антипривычники появляются в обществе, где вообще отсутствует какой-то базис научного знания. Если люди полагают, что вместе с вакциной они могут получить какой-то компьютерный чип, который будет контролировать их поведение, значит, их мышление и уровень образования остались на уровне, там, третьего, четвертого класса средней школы. И поэтому здесь ничего удивительного нет. Если мы замещаем уроки, там, алгебры, астрономии, уроками физкультуры и труда, ну, мы получаем то, что получаем в итоге. А вообще, наша власть, конечно, очень знатно обыгрывает тему коронавируса. Если бы микроорганизмы могли заседать в Государственной Думе, я думаю, что непременно бы коронавирусом было почетное место, возможно, даже спикера собрания, потому что сейчас вот эти коронавирусные ограничения после некоторой оторопи власть использует просто в собственных интересах. Не так давно мы как раз пытались провести публичное мероприятие, памятное публичное мероприятие, митинг в память Бориса Немцова, и нам отказали именно под эту сурдинку, что у нас коронавирусные ограничения, но при этом в те же дни проводятся памятные мероприятия, парады, посвященные 23 февраля Дню Красной Армии, и здесь никого не смущает, что есть вот эти коронавирусные ограничения. То есть используется просто в рамках какой-то политической интересообразности. Ограничивают тех, кого хотят ограничить. Вспоминается, к сожалению, Оруэл, еще один классик, о том, что некоторые ровнее, и то, что у нас действительно получается коронавирус то ли по политическим, то ли по партийным соображениям кому-то не прилипает. Я единственное, что здесь добавлю, что, в принципе, наблюдая за странами Европы, я смотрю, что там примерно такие же, по-моему, бредовые какие-то ограничения сейчас принимаются. Они, может, не делят по партийному признаку, но запреты какие-то, в общем, сильно напоминающие наши железные занавесы в лучших традициях, по-моему, там тоже правительства местные вошли во вкус. Ладно, это их дело. Как считаете, не пора ли снимать все ограничения? Ну, ведь давно уже толком никто ничего не соблюдает. Вся эта суета с масками, там, парс, по-моему, превратилась. Я думаю, что не пора. На самом деле у нас же по-прежнему высокий уровень заболеваемости, во-первых. Во-вторых, вообще очень даже неплохо, вот если искать положительные стороны вот этой инфекции, то они заключаются в том, что люди как-то научились больше следить за своим здоровьем. Ношение масок никому никогда не вредило. Никто никогда не умирал от ношения маски. А вот спасти жизни людей не только от коронавируса, да, от других заболеваний, которые воздушно-капельным путем переносятся, вполне возможно. Помните все эти эфиры, наверное, из Китая, Кореи, когда там проходят какие-то пандемии. Мы смотрим на улицы, и там люди просто миллионы идут в масках. И все недоумевают, как так? Зачем это они, да? Зачем? А у них уже это просто априори, это принято. Они все сразу реагируют таким образом. Теперь у нас такое есть. Если в обозримой перспективе, я думаю, что достаточно скоро уже, когда вакцинируется значимое количество людей, будут смягчены, конечно, коронавирусные ограничения. Маски, наверное, относят обязательно на ношение. Думаю, что в любом всплеске любого заболевания люди будут доставать вот эти запасы своих санитарных масок, надевать их уже добровольно. И это в этом большой плюс. Ну, дай бог. Может быть, действительно, я в свое время сам скептически очень относился к... Да я и сейчас ко многим отношусь скептически. Ну, это личное дело. Но, действительно, не могу не согласиться, что на многие вещи, на которые раньше мы вообще внимания не обращали, сейчас, конечно, мы к ним относимся значительно более внимательно. Ну, посмотрим. Дмитрий, давай к другой теме перейдем. Вот ближе к природе, что называется. Вы обратили внимание на минувшую неделю общественности, внимание на безжалостную рубку деревьев у так называемой шайбы, на Яна Фабрисоуса. Скоро нам придется объяснять, почему это место шайбой называется. Сегодня оно уже, мягко говоря, не очень похоже. Ну, вот какая-то, мне кажется, странная и глупая ситуация. Деревья спилены в центре города, спилены собственником участка, а закон вроде как и не нарушен. Закон не нарушен, потому что были приняты в мае прошлого года правила благоустройства, приняты депутатами, приняты в том числе мной. Я сейчас не могу точно сказать, голосовал ли я тогда за эти правила благоустройства, потому что, к сожалению, Псковская городская дума не выкладывает протокол в голосование индивидуальных депутатов, хотя я могу, в принципе, запросить эту информацию. Но я не исключаю, что даже я тогда поддержал эти правила, потому что они достаточно обширные. И вообще первое, что приходит в голову, когда прописано в правилах благоустройства, что частное лицо на своей территории не обязано получать согласование с управлением городского хозяйства, с депутатами, что приходит в голову? При усадьбе это какой-то участок, какая-то частная, огороженная забором территория, где растут две яблони, и если одна там, например, перестала давать яблоки, то человек имеет право ее спилить. Наверное, это логично, что он не должен на своей земле получать какое-то согласование. И именно это, в первую очередь, приходило в голову, наверное, депутатам и мне, когда мы одобряли эти правила благоустройства. К сожалению, бывает так, что принятый какой-то закон, принято какое-то положение впоследствии оказывается с какими-то проблемами, только практика может это выявить. И вот она выявила, да, мне обратилась пенсионерка, позвонила инвалид, который вообще не выходит на улицу, но с своего балкона смотрится слезами, как вот спиливают деревья, которые она когда-то со своими соседями еще в 80-х там сажала. Конечно, она была очень расстроена. Мы туда приехали сразу, обратились, сразу поговорили с рабочими, с собственником. Я сразу установил, да, действительно, что здесь, к сожалению, законодательно никаких ограничений у собственника нет. Но что мы делаем дальше? Мы выносим этот вопрос на комитет городской думы, и сейчас будем вносить изменения в эти правила благоустройства, чтобы впредь такая ситуация не повторялась. Как минимум, на таких значимых общественных пространствах нужно будет получать согласование, нужно будет в том числе и с депутатом по округу получать его согласование, возможно, с общественностью. Я вообще всегда настаиваю, чтобы общественность принимала участие вот в таких вот делах, когда спиливаются, вырубаются деревья. Нет у нас дендрологов в городе Пскове. Давайте его заменим общественным мнением. Если общественность возмущается, значит, общественность должна принимать участие в этом. Если представители общественности говорят, да, мы согласны, здесь плохие деревья, или они там мешают, например, проводам, линии электропередачи, или не соответствуют ГОСТу, потому что слишком близко к дороге стоят, то тогда, ну и вопросов нет, тогда никто и не будет дальше поднимать эту тему в социальных сетях, потому что глупо уже будет к этому апеллировать, раз мы сами с этим согласились. Сейчас такого нет. Все вырубается либо собственниками по личной инициативе, либо администрацией по каким-то тоже странным критериям. Если мы такое внесем, то тогда, я надеюсь, все-таки город у нас останется зеленым. Хотя, конечно, даже по сравнению с тем, что было 20 лет назад, я думаю, что количество у нас деревьев и в центре города уменьшилось, наверное, в разы после всех наших грандиозных строек. Ну вот там чиновники, был в этой студии неделю назад, Александр Братчиков отвечал как раз на вопрос по Яну Фабрицу, сказал, что вот там пришлось собрать какие-то деревья вдоль дороги, ну потому что два метра там, да, по-моему, до проезжей части, они ближе, а тут сделать ничего нельзя. У меня другой немножко вопрос, вот этот случай, может быть, там Шайба, он такое исключение даже исправил, но тем не менее, мы же за последние годы постоянно оказываемся в одной и той же такой дурацкой довольно ситуации, когда депутаты, общественники, ну просто неравнодушные граждане реагируют на какую-то вырубку деревьев постфактум, вот когда уже бревна лежат, попиленные там уже, как говорится, поленья. Это наша что-то вот такая ментальная черта, ведь я вспоминаю ситуацию с рубленной елкой, вот когда скверки Коэна осенью начали реконструировать, оказалось, что там комиссия была, какие-то чиновники от администрации городской были, то есть вроде как все законно, вроде как даже там обсуждали, провели голосование какое-то, но о проблеме неравнодушные граждане всегда узнают, когда уже ничего нельзя сделать. Вот можно как-то организовать процесс таким образом, чтобы вмешиваться на стадии, когда еще можно изменить что-то? На самом деле нужно этот процесс организовывать, но вот я как только стал депутатом, первое мое действие буквально было, когда меня позвали на труда, там как раз шла реконструкция, и там был ряд деревьев, которые предполагались под снос, на их месте планировалось сделать парковку. Мне тогда удалось вместе с коллегами этот вопрос решить, мы эти деревья сохранили, ну так и нужно действовать. Сейчас же у нас в принципе предусмотрена процедура, когда тот же депутат-одномандатник обязательно согласовывает там любую вырубку. Вот Григорий Турчин тоже уперся там на Яна Фабрициус и не согласовывал. Я считаю, правильное дело, если он в интересах своих избирателей действует, депутат, он должен учитывать мнение общественности. Но это же не помешало срубить, получается? А не помешало, потому что, да, ну тут не попрешь против всей системы административной, против законов, вот это не получится. Но на раннем этапе, в принципе, можно действительно это изменить и нужно это менять. Здесь у Шайбок, ну какой тут может быть ранний этап, когда, собственно, конечно, ни с кем-то не согласовывал. Он взял и срубил на следующий день. Мы об этом знать не знали, что он планирует такие действия. Тут уже приходится постфактум реагировать. А вообще, конечно, да, нужно, я согласен с этим. Вот городские проекты, да, достаточно широко было анонсировано движение. В прошлом году появились какие-то даже действия. Сейчас давно я лично, может быть, не попадалось на глаза, но ничего не слышал. Чем сегодня занимаются городские проекты? Ну, городские проекты, надо понимать, это не такая какая-то широкая экспертная группа со своими ресурсами, со своим каким-то штабом. Это группа общественников, у которых достаточно ограниченные, на самом деле, возможности. Они не входят ни в какие-то административные структуры. Сейчас мы с ними по-прежнему занимаемся и долбаем проблему пешеходных переходов в городе Пскове. Вот буквально сегодня в 4 часа очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, где будут рассматриваться в том числе вопрос о ликвидации еще ряда пешеходных переходов в городе Пскове. Ликвидируют их только и исключительно потому, что у города нет денег на то, чтобы нормально сделать эти переходы функционирующими, оборудовать, я не знаю, светофорами с кнопкой. Сделать освещение нормальное, островки безопасности поставить. Там есть целый ряд, на самом деле, способов, как эту ситуацию решить. Мы подготовили сейчас вместе с горпроектами целую презентацию, как нам вернуть пешеходные переходы в городе Пскове с тем, чтобы они в то же время оставались безопасными для людей. Мы, к сожалению, не успели на эту комиссию подать достаточно жесткие рамки по времени. За две недели до комиссии подавать эти материалы. Но на следующий обязательно подадим. Мне вчера, например, удалось ввести в состав комиссии по безопасности дорожного движения еще одного человека, как раз лидера городских проектов Андрея Ульяновского. И теперь мы вместе вдвоем будем отстаивать эти идеи. А кто основной, так сказать, пешехода-перехода-ненавистник? Я думаю, что это ГИБДД, потому что с их подачи вносятся все вот эти инициативы. То есть у них есть ГОСТы какие-то, там СНИПы, ГОСТы и так далее. Они время от времени сдувают с них пыль и думают, так, у нас в городе здесь вот этот пешеходный переход, 10 лет он, правда, уже функционировал, люди там ходят уже сколько времени, никаких там ДТП не происходит, но формально он ГОСТу не соответствует. Поэтому давайте-ка мы его просто закроем, поставим наш красивый серый заборчик, повесим там красивое объявление о том, что пешеходный переход ликвидирован. И, пожалуйста, 300 метров до ближайшего регулируемого пешеходного перехода идите туда по грязи. Вот примерно так у нас действует ГИБДД. Их интерес в том, чтобы было как можно меньше дорожно-транспортных происшествий, как можно меньше пробок в городе. И интересы пешеходов ГИБДД волнуют очень слабо. Для них, если бы в городе не было пешеходов и только ездили бы мы так красиво машины, то это было бы вот счастье, наверное. К этому они и ведут. К сожалению, администрация в большинстве своем поддерживает все эти инициативы. Ну, я думаю, что у ГИБДД позиция, наверное, другая. Они, конечно, всегда говорят нам, пока не говорят в таких случаях, что они правоприменительные органы, они не толкуют закон, они его применяют. Если написано 300, то вот они, значит, вынуждены соблюдать. Хорошо. Дмитрий, ну, еще одну тему затронем. Увидел на выходных, по-моему, ваш пафосный нарратив такой, по поводу конкурса, который проводит орган власти на освещение своей деятельности на региональном телевидении. Вот поясните, пожалуйста, ситуацию. Вы конкретно против чего в данной ситуации? Против освещения деятельности власти в СМИ или вообще, или только в государственных СМИ? Как вы это видите? Константин, ну, во-первых, речь идет о конкурсе не просто освещения деятельности органа власти, а на позитивное освещение, имиджевое освещение. То есть пишите про нас хорошо. Там ведь, я уверен, в ТСЗ, в тех заданиях таких слов нет. Именно так написано. Позитивное освещение, имиджевое там, по-моему, как-то так. То есть завалировано, но понятно, о чем идет речь. То есть пишите нам хвалебные оды за деньги налогоплательщиков. Мне, конечно, это не нравится и никогда не нравится. Каждый раз, когда мы принимаем бюджет, я ищу, чтобы нам такое сократить, я предлагаю сократить траты на вот это вот освещение деятельности в СМИ, потому что я знаю, что это не просто освещение деятельности, а это такой подход, когда Городская Дума представляет обычно про депутатов от Единой России какую-то информацию. В данном случае, скорее всего, это будет ГТРК, потому что это единственный у нас, в принципе, телеканал на территории Псковской области, который имеет вещение. И они будут делать видеоролики, где депутаты Городской Думы с лопатой, я не знаю, с какими-то в касках, действуют в интересах избирателей. Деревья сажают, может быть. Да, да, непременно сажают деревья. И закадровый текст говорит восторженно о том, как этот депутат хорошо поработал. Я считаю, это неправильно. Депутат должен сам, в общем-то, своими действиями показывать, что он работает в интересах избирателя, и избиратель уже там оценит. За средства этих самых избирателей хвалить себя, это, конечно, в корне неверно. Поэтому я всегда против таких контрактов. А тут уж, тем более, есть нарушение, ну, усматривается, по крайней мере, нарушение антимонопольного законодательства. Потому что все сделано под одного единственного конкретного поставщика. Тут же не только этот контракт еще есть, еще второй, который администрация города Пскова разместила, аналогичный абсолютно. Поэтому они в общей сумме на 2 миллиона 88 тысяч рублей. Мы на комитете бюджетном рассматривали как раз вопрос о поселке Лисий-Гор, который входит в территорию города Пскова. Там у жителей проблема с водой. Она не решается там с 19-го года. У них трубы не функционируют. Они ходят в колодец за водой. И депутат Маницкая от КПРФ по этому округу, ну, она просто просит, умоляет администрацию, ну, выдадите вы уже деньги, там, порядка полутора миллионов рублей нужно на реконструкцию этого водопровода. С 19-го года конкурс был объявлен, никто на конкурс не вышел. В 20-м году просто не объявляли. Сейчас они заявляют, что денег нет. Я прямо на комитете предложил, давайте вот эти контрактные деньги направим жителям Лисий-Горок. И комитет за это проголосовал. Мы минимальным перевесом просто продавили это решение. Я теперь уверен, что мы на сессии его продаем. И конкурсы будут отменены. Ну, это все, конечно, прекрасно. Но, собственно говоря, во-первых, у нас есть, насколько я помню, законодательная обязанность органов власти информировать о своей деятельности. Я не уверен тут вот насчет депутатов, но у исполнительной власти точно есть такая обязанность. А где же им тогда информировать-то о своей деятельности? Ну, я думаю, что все-таки не на дорогом телеканале. А на каком? А, например, на собственном сайте. Этого будет вполне достаточно для информирования избирателей. Можно, наверное, время от времени пользоваться СМИ. Но желательно, чтобы это было на равной конкурентной основе. И чтобы мы заказывали не хвалебные оды, а действительно информирование. Вот просто по собственной инициативе мы заказываем какие-то эфиры или какие-то публикации в СМИ. Давайте этому СМИ, в общем-то, развежем руки и дадим им полное право писать то, что они считают нужным. Да, там, про Городскую думу, но со всех точек зрения и в рамках журналистской этики. Ну, просто по поводу телевидения мне сложно говорить. Насколько я понимаю, у нас в регионе-то и нет конкурентных условий. У нас одно телевидение, которое под конкурсные условия подпадает. Но мне кажется, что тем самым косвенно, по крайней мере, вы наносите удары, в принципе, по СМИ, по рынку СМИ региона. За счет чего же СМИ-то тогда псковским существовать, если их отлучат от контрактов на освещение, в том числе, вот, органов деятельности, органов власти? У нас есть единственный пул СМИ, который целиком и подданностью зависит от бюджетных средств. Это СМИ, которые входят в государственный медиахолдинг, а также в автономную некоммерческую организацию, которая создана при государственном медиахолдинге. Это районные газеты. Мое мнение здесь простое. Я считаю, что, вообще говоря, эти СМИ не нужны. Они изжили себя. Деньги, которые на них тратятся, можно потратить на значительно более благие цели. Если СМИ не может привлечь своего читателя, зрителя, слушателя, самостоятельно, какими-то живыми публикациями, не может привлекать средства рекомендателей и исключительно существует за бюджетный счет, то это не СМИ. Это пропаганда. Это вопрос госмедиахолдинга. Я-то, в принципе, где-то, конечно, поддерживаю эту мысль. Хотя, может, не очень корректно так говорить. Мы в конкурентном поле с ними существуем. Речь не, наверное, там все-таки они больше за счет субсидий живут прямых. А здесь вот именно о госконтрактах, так сказать, коммерческой, в принципе, деятельности, где конкуренция между СМИ. СМИ выходят на эти торги и выигрывают, не выигрывают эти контракты, работают по освещению деятельности. Ну, наверное, так, как они видят это все-таки. Разве это неправильно? В целом правильно. Если есть конкуренция, если это не имиджевое освещение, а просто освещение, то я, по большому счету, за исключением того, что сейчас в рамках действующего бюджета, когда мы его там краим, как трешкинка автана, не можем там найти 500 тысяч на какую-то канализацию или водопровод, если есть свободные на это деньги или нам предоставляют субсидии какие-то областные бюджеты, то почему бы и нет? Я считаю, это вполне нормально, если в конкурентном поле и не похвальба, а реальная какая-то нормальная публикация. Не похвальба. Вот я не поленился, честно говоря. Вчера вечером посмотрел, поскольку совершенно случайно нашел несколько государственных контрактов, десятилетней практически давности, которые администрация области заключала с газетой «Псковская губерния». Вот был у нас такой период, и сверхоппозиционная «Псковская губерния» была вполне мягкой, пушистой и шелковой в тот момент, когда вот она, в общем, тоже имела гранты и контракты с областной администрацией. Вот как вы к этому относитесь? Ну, не могу здесь прокомментировать, потому что не имел тогда никакого отношения «Псковская губерния». Там сменилось уже давно и журналистский состав, и редакционный состав, и директор сменился. Поэтому сейчас говорить о том, что тогда было в те годы в «Псковской губернии», когда они заключали контракт, не изучал эти компликации. Возможно ли тогда вот не имиджевая работа, то, что вот мы сейчас так аккуратно называем имиджевой, да? А мне кажется, это как-то принято, это априори предполагается. Даже когда власть не вписывает конкретно то, что вот мы хотим, чтобы вы освещали про нас, писали хорошо, так же ведь ни в одном ТЗ не написано. Да, да, но платим за это деньги, то, ну, наверное, даже сами редакции, сами журналисты думают, ну, нам же заплатили, значит, мы как минимум должны смягчать акценты. Хотя, строго говоря, возможно, здесь есть общее такое недопонимание, вот, и здесь можно писать нормально. То есть и критично, наверное, в том числе можно писать. Это же тоже в рамках контракта. Это вполне правильно. То есть непосредственно против вот контрактов в конкурентном поле вы ничего против не имеете. Если это конкурентное поле, если это не предполагается исключительно имиджевые материалы, то это нормально. Мне просто кажется, что ведь многие оппозиционные СМИ тоже существуют на гранты, контракты. Мы сейчас не говорим о том, там, российские, зарубежные. Это вообще такая очень сложная тема. Но ведь золотое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Можно разве этого избежать в СМИ? Я думаю, что, может, и нельзя избежать. Но если рынок СМИ у нас был бы устроен, как, например, в Соединенных Штатах, где есть там газета такого олигарха, газета сякого олигарха, телеканал этого штата, телеканал другого штата, и представлены там не десятки, а сотни альтернативных точек зрения, разные события, и читатель, зритель может выбирать то, что ему смотреть. Читать тогда это абсолютно нормально. И совершенно не важно, кто там заказывает музыку, потому что в любом случае разные точки зрения будут представлены. Разве у нас не так? У нас превалирует 90%, наверное, сейчас, всей мощи государственной машины пропагандистской, все газеты, телеканалы принадлежат себе государству, косвенно или прямо. Поэтому, конечно, да, у нас, к сожалению, не так. Есть робкие попытки на собственное мнение со стороны ряда более-менее независимых СМИ оставшихся. Но это вот, к сожалению, такие ростки в пустыне. Ну ладно. Это, конечно, тема широкая. Я думаю, что будет еще повод не раз ее затронуть. Дмитрий, последний у меня вопрос. Время заканчивается, к сожалению. Ваши политические планы на 2021 год, как представителя партии «Яблоко»? Пойдете ли вы баллотиваться в областное собрание? Ну, я ранее это уже заявлял и подтверждаю. Да, действительно, я тоже буду принимать участие в выборах областного собрания. Это политически важно. Такая вещь уже назрела. На самом деле, у меня уже сейчас готовится законопроект, который я не могу провести через городской парламент, потому что мы не принимаем законы. Но я буду его, скорее всего, просто выносить на сессию, чтобы областное собрание его рассмотрело. Я бы хотел возможность иметь прямого действия, выносить законопроект непосредственно в парламент, в котором я работаю. Поэтому, да, мне интересно. Я буду участвовать в выборах. Я уже, на самом деле, определился с округом, но пока из таких политических соображений не готов его назвать. Это будет яркая и очень интересная кампания. Мы готовим очень много интересных вещей. Единственное, чего я опасаюсь, это того, что после того, как мы выйдем на выборы, нас будут старательно снимать по судам. Вот это будет, конечно, скорее всего, очень агрессивно и жестко. Ну что ж, наш эфир заканчивается. Я пожелаю, чтобы за вашей спиной в этот предвыборный период не маячила тень Игоря Романова и юристов партии Роста. Это был Гайд Парк. В гостях у нас сегодня был депутат Псковской городской думы от партии Яблоко Дмитрий Пермяков. Дмитрий, спасибо, что были с нами, нашими радиослушателями. Спасибо, до свидания. До свидания.